Девушки отдыхают Он создал не только ряженых чемпионов, но и меня тоже. Вот кем бы я был, если бы не Бадюк? Вероятнее, что вы бы даже и не узнали про меня, если бы не балобольство великого ниндзи. Однако у Бадюка немало клонов, в том числе не очень качественных. Есть мастер спорта по KFC, есть русский берсерк Шаталин, а есть пакистанский тряпочный халк Хан Баба или Баба. Именно данный дешевый клон Бадюка прославился своими фейковыми рекордами, которые не ушли дальше видосов в интернете. Однако на этих видосах нам представляли его как самого сильного человека в мире, который весит за 400 и толкает все 500 килограмм. Хорошо, что хоть не на бицепс столько поднимает, а того некоторые соточку на бицепс поднимают, как пустой гриф. Уверен, там и пятисоточка не за горами. Вот что творит пивас с щипсоидами. Так вот, недавно наш тряпочный халк был пойман на лютом балабольстве. Ты пойман за руку, как дешевка. Вышел даже отдельный выпуск, посвященный ему, в рамках известной передачи «Мир наизнанку». Там нам был представлен этот поролоновый силач-лихач, которого по праву можно наименовать одним из самых нелепых балаболов в мире. Ссылку на полный выпуск я оставлю в описании. Передавайте привет от пауэр-мафии, пускай и там знают наших ниндзь. Но знаете, что самое интересное у себя на родине в Пакистане? Он настоящая звезда, которую ценят, любят и уважают и считают этаким народным идолом и достоянием. Он наша гордость. Это наш лев. За что вы его так любите? Он самый большой и сильный. Люди вовсю фотографируются с ним, берут автографы. Наверное, даже фан-клуб есть имени пакистанского тряпочного монстра. Там все, вероятно, поклоняются ему. Да-да, они реально верят, что их земляк такой сильный, грозный и ужасный. Но вот в наших краях что-то не хотят уверовать в силу поролона и тряпок. И такой вот калк вызывает только улыбку на лице и чувство испанского стыда. Ведь даже актер из него никудышний. То ли дело наш ниндзя мастер спорта по балабольству. Вы посмотрите, как же отвратительно он выступает по рестлингу. Куда там этим гробовщикам, Кейнам с их погружением под ринг? Не-не, Хан Баба использует только настоящее пивное мастерство и, конечно же, поролоны тряпки. Динамика, конечно же, впечатляющая. Интересно, что Хан Баба довольно обеспеченный человек у себя в Пакистане и весьма охраняемый. Этот человек находится под круглосуточной охраной. Вообще здесь работает порядка 10 спецназовцев, которые охраняют. Да, его круглые сутки охраняют люди с автоматами, для того, чтобы никто не смел задавать лишних вопросов относительно его силушки богатырской. И полностью соглашался с рекордами поролонового монстра массы. Да и трюки какие-то странные. Вначале он не согнул сковородку, но как только принесли новую, так сразу же подсогнул. Вот сейчас у наших зрителей возникнет вопрос, почему он первый раз сковородку не согнул, потом сковородку принесли и он ее уже согнул. Чудеса да и только, но дальше началось самое интересное. На месте, которое было обозначено для рекорда, Баба начал лепить отмазки и заявил, что не будет устанавливать рекорды. Якобы фанаты могут расстроиться в случае его неудачи. Столько что звонили меня Хан Баба и сказали, что здесь людей много, я не могу их здесь таскать до дампура. Его фанаты будут расстроены, типа если он не сможет. Какой молодец, переживает за своих фанов, всем бы быть такими вот переживаками. Потом договорились на другое место, перед этим там была своя комедия, гляньте в выпуске, если вам интересно. Этот силач-трюкач долго думал, как же откосить от установления рекорда, ссылаясь на то, что у него резко появились другие дела. Вот так вот, в один момент. Но такие откосить он так и не смог, буквально заставили установить его этот рекорд. Вот всё приготовлено, и Хан Баба якобы тянет фуру рекордного веса. И тут, конечно же, снова не обошлось без комедий и звериного рёва. Выглядит это всё весьма нелепо. По факту это никакой не рекорд, так как вес машины с людьми чуть больше, чем 5 тонн. Стронгмены обычно тянут целые самолёты или несколько грузовиков сразу. Там вес может доходить и до 100 тонн. Но так как Хан Баба очень тяжёлый, он мог бы стать самым тяжёлым человеком, который поднял такой вес. Ведь, как известно, люди с подобным весом даже ходить не могут. А он тут машины тягает и спокойно себе ходит. Просто феномен какой-то, да и только. Конечно же, для установления рекорда его нужно было взвесить. Казалось, всё, прошёл процедуру взвешивания и всё, рекорд твой. Официально. И уже никто не сможет сказать, что это фейковый рекорд. Как бы всё при свидетелях и всё с официальными представителями. Но нет, поролоновый Халк отказался. Ведь ему запрещено разглашать тайну относительно своего веса. Якобы у него контракт с некой японской компанией Нинц. И они запрещают ему говорить, сколько он весит. Мы можем измерить ваш вес, и он будет в районе хотя бы больше 300-350 килограммов. Это будет мировым достижением. На данный момент я не могу разглашать свой вес. Так как у меня коммерческое соглашение с японской компанией. Вот так вот. На все подобные вопросы Хан Баба отвечал примерно одинаково. И как вы уже догадались, его никто взвесить так и не смог. При этом пакистанцы всё равно подумали, что он рекордсмен, красавчик и молодец. Ведь только он может подобное. А другие не могут. В принципе, и будут и дальше ему поклоняться. Кстати, мы-то недалеко ушли. Некоторые уникумы в комментариях до сих пор верят в рекорды Дикуля. И пишут гадости в мой адрес. Якобы не жил в СССР. А значит, ничего не знаю о сверхлюдях того времени. Ведь я выращенный на ГМО и непонятной химии. Самый тупой анализ человека, который не ведает про эпоху советских людей, твои нынешние герои, это бумажные тигры. При СССР, ребёнок лет 5-6. Спокойно таскал 20-литровую канистру с бензином, на расстояние 100 метров. И без всякого труда, по себе знаю и помню. Хватит зарабатывать на дешёвой рекламе и дезинформировать людей молодого поколения, которые питаются генномодифицированными продуктами. Чёрную икру в 3-х литровых баллонах покупали. А про самую дорогую рыбу в наши дни, как осёт рыбилуга, вообще не хочется писать. Советские люди знают. А Декуль-то у нас трюкач-циркач, который поднимает больше, чем все мировые рекордсмены. Да и делает это ещё и без страхующих, смс и регистрации. И на момент тех рекордов ему было более 60 лет. У нас верят в Декуля, а в Пакистане верят в поролонового Халка. И у всех есть свои дутые силачи-сказочники. Как бы это обычное явление. Этот хан Баба хорошо устроился, деньги есть. Никто и слова не скажет про его рекорды. Да ещё и популярен у себя в стране, и ему там чуть ли не кланяются. В принципе, жизнь удалась. Собственно, суть одна и та же, что в Пакистане, что в странах постсовка. Кругом всё держится на деньгах, связях и огромном количестве вранья и лицемерия. И пример с поролоновым Халком очень хорошо это демонстрирует. Оставайтесь на связи, будем периодически обозревать таких вот дутых силачей-балаболов. Ведь часто они способны очень хорошо поднять настроение. Всем удачи, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok